Дорогие друзья, нас вновь собрал замечательный праздник искусства и дружбы в Славянский базар. Он, ровесник нашей суверенной и независимой Беларуси, за эти годы стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны. Здесь, в Древнем Витебске, который негласно признан нашей культурной столицей, за четверть века побывали творческие делегации из 72 государств. И сегодня снова все флаги в гости к нам. Мы радушно принимаем участников и поклонников фестиваля, прибывших из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Это красноречиво говорит не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе нации. Мы рады тому, что вместе с нами на этом празднике наши почетные гости из России, из Украины, из многих-многих стран Европы, а также президент Республики Молдова, государственный секретар Республики Казахстан, руководители дипломатических представительств и ряда государств. Позвольте от вашего имени всех их приветствовать здесь, в этом зале. Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним Витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда славянского базара, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов. Это поистине знаковое явление в жизни нашей страны, славянских наших народов, в котором выразительно отражаются события новейшей истории. Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои, и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела, духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели укреплению мира и взаимопониманию между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов. С обретением широкой известности консолидирующая роль Витебского форума возросла еще больше. Он в полной мере способствует конструктивному межгосударственному диалогу. Любой иностранный гость, побывавший на нашем фестивале, возвращается в свою страну посланцем мира. Высокий международный статус фестиваля ко многому нас обязывает. Он своеобразное зеркало политики нашей страны в социально-гуманитарной сфере. Поэтому на нем представлено такое разнообразие форм и жанров искусств. Уровень концертов, выставок, спектаклей, творческих встреч неизменно высок. Здесь всегда царит атмосфера свободы творчества и доброжелательности. Гарантировано объективное и непредвзятое судейство. Каждый конкурсант имеет возможность проявить талант, продемонстрировать особенности культуры своего родного края, своего народа. Не сомневаюсь, что и нынешний фестиваль, проходящий под девизом «Звезды над Беларусью», подарит нам много открытий, станет для молодых исполнителей отличной путевкой в жизнь. Дорогие друзья, Славянский базар славится добрыми традициями. Одна из них – честовать артистов, чьи творчество и общественная деятельность служат укреплению дружбы и сотрудничества между государствами, между народами. В нынешнем году специальные награды через искусство к миру и взаимопониманию отмечена замечательная певица, народная артистка Грузии и России Тамара Гварцтели. И впервые в рамках церемонии открытия будет вручен гран-при победителю международного детского музыкального конкурса, итоги которого подведены сегодня. От души поздравляю лауреата. Когда на таких подмостках сходятся прославленные кумиры и совсем юные дарования, это очень трогательно, это очень символично. Мы становимся свидетелями преемственности ярких традиций сценического мастерства. Пусть же этот праздник всегда остается эталоном подлинной культуры, живительным источником радости и вдохновения. Я желаю всем вам счастья и благополучия. Я хочу, чтобы никогда, ни в какие времена не огорчали вас ваши родные, близкие и ваши дети. 26-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» объявляю открытым. Бибат, 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 наш фестиваль. Решением международного жюри гран-при 15-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» присужден Марии Могильной «Беларусь». Решением главы государства специальная награда президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию» в 2017 году присуждена народной артистке России, народной артистке Грузии Тамаре Михайловне Гверцители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тамара, Вам слово. Просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Многоуважаемый Александр Григорьевич, я не могу скрыть той радости и волнения, которая сегодня, и ту большую честь, которую Вы мне оказали. Спасибо Вам большое. Вы являетесь гарантом мира и взаимопонимания. Здесь, в Витебске, прошли мои первые крупнейшие концерты с маэстро Мишелем Леграном. Здесь много лет мы бок о бок работали с нашими белорусскими, украинскими, польскими, сербскими, болгарскими друзьями. Я Вам всем благодарна. Александр Григорьевич, Вам спасибо. И я хочу сказать, что судьба мне подарила любовь белорусского народа, и это любовь взаимная. Я Вас люблю. Спасибо большое за оказанную честь. Спасибо Вам. Ну что ж, праздник продолжается. Уважаемые друзья, я Вам очень благодарен, Вам, за то, что Вы не только знаете этих, особенно эту прекрасную певицу, это действительно посол мира, это заслуженнейший человек. Спасибо Вам за то, что Вы приветствовали ее. И очень символично, что такая великая, сценическая жизнь, и только-только начинающая. Дай Бог, чтобы из нее выросла наша Тамара, такая, как наша Тамара Гварцтель.